Привет! Идеальный сухой завтрак для настоящих поклонников Майнкрафта. Стоит ли говорить, что все хлопья в коробке квадратные? Если на вкус они окажутся не очень, то можно из них как минимум что-нибудь построить. Это уже какой-то запредельный уровень лени. В магазине можно купить жареное яйцо. Одно. Ну, то есть буквально яичница из одного яйца в отдельной упаковочке. Оказавшись в Италии, можно попробовать водочный соус. Говорят, очень вкусный, томатно-сливочный. А Фактория всегда призывает пробовать что-нибудь новенькое. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. В Канаде продается хлеб, порезанный горизонтально. И нет, это не для создания гигантских бутербродов. У них там популярно блюдо под названием сэндвич-торт. И этот хлеб является для него заготовкой. В Токио можно купить закуску из сушеных тарантулов. Почему-то хочется пару раз наступить на этот пакет, прежде чем открывать. Чисто на всякий случай. Хотите попробовать верблюжье молоко? Тогда милости просим в Саудовскую Аравию, где такой продукт совершенно привычен на полках магазинов. А здесь в обычных пакетиках продают не менее обычную воду. Вряд ли это очень удобно, но никто не жалуется. Нет, это не колбаска, это бульон. Предполагается сделать в упаковке маленькую дырочку и вылить содержимое в кастрюлю. Взяли баночку и затолкали в нее вафли с ликерным кремом и сиропом. Да, наверное, храниться будет долго, но все равно это какой-то странный десерт. А вот такое зрелище в странах Азии не редкость. Бананы продаются прямо на том стебле, на котором росли. Так что нет никаких сомнений в их спелости и свежести. В некоторых магазинах яйца продают в упаковках по две штуки. Это называется набор для завтрака. И если подумать, это действительно очень удобно. В Гонконге можно найти лапшу со вкусом Принглс и Принглс со вкусом лапши. К чему такие сложности? Вообще непонятно. Зачем менять вкус продуктов местами? Даже интересно стало, каким должно быть на вкус молоко броненосца. Хотя ладно, это второй по интересности вопрос. Гораздо интереснее узнать, а как доили броненосцев? Ничего необычного. Просто картофельное пюре. Очевидно, нужно выдавливать его оттуда через дырочку. Всего лишь хот-дог в консервной банке. Почему бы и нет? Зато храниться может долго и в поход с собой брать удобно. Это не тюбики с зубной пастой. Это майонез в швейцарском супермаркете. Интересно, а с ним тоже работает это правило, что первая половина заканчивается за неделю, зато остатков хватает на три месяца? В Японии можно найти бесцветную Кока-Колу. Выглядит забавно, но говорят, что по вкусу она совершенно не отличается от обычной. Ну, как бы подумаешь, рыбка ничего особенного. Вот только это ветчина. Почему в форме рыбы? А вот на этот вопрос нам ответа не дали. А что это значит, мы тоже не знаем. А как насчет твикс в порошковой форме? Вообще-то это топпинг, который можно добавлять к мороженому или выпечке, чтобы получить необычный вкус. Как-то не ожидаешь обнаружить на полках среди алюминиевых баночек куриный бульон. Можно так пить, а можно супчик сварить. Для любителей необычных вкусов есть заготовка для котлет с мармеладными мишками внутри. Говорят, что это не так уж плохо на вкус. Мармелад тает и придает мясу сладковатый привкус. Ну, как бы консервированной фасолью никого не удивишь. Но вот упаковка у нее. Удобно, конечно, со всех сторон рассмотреть можно, но все равно странно. Думаете, что вы ленивый человек, потому что питаетесь одними бутербродами? Нет, по-настоящему ленивые люди закупают вот такие готовые наборы для бутерброда, чтобы даже резать ничего не приходилось. Консервированные огурцы в трехлитровых банках – это уже прошлый век. Гораздо интереснее встретить на полке в магазине трехлитровую банку с консервированными яйцами. Ну, конечно, взбить яйца для омлета – это такой тяжелый труд, что нужно искать способ его облегчить. Поэтому можно покупать вот такой пакетик с уже взбитыми яйцами специально для омлетика. Это, конечно, забавно – видеть в магазине подсолнухи целиком. Но кто-нибудь знает, а зачем они нужны? Выковыривать из них семечки – это то еще удовольствие. Именно так выглядят заготовки для котлет с голубикой. Да, видок такой, будто они протухли еще месяц назад. Но вроде как на вкус они гораздо лучше, чем на вид. Хотите удивить свои вкусовые рецепторы необычными сочетаниями вкусов? Тогда вам в Китай. Только там вы сможете найти восхитительный десерт из кусочков помидора в сладком желе. Я совершенно точно не хочу представлять себе вкус лукового лимонада. И его запах я тоже не хочу себе представлять. И как пахнет от человека после этого напитка я тоже представлять себе не хочу. Когда видишь напиток со вкусом одуванчика и лопуха, хочется пожать руку производителю за такую богатую фантазию. А потом выясняется, что это старинный английский рецепт. И уже неизвестно, кто же додумался до такого коктейля из сорняков. Вот зачем существуют чипсы со вкусом борща? Мне кажется, эти продукты как-то плохо сочетаются. Но вот попробовать все равно было бы интересно. Еще одни любители необычных продуктов – это японцы. Только они могли додуматься сделать фанту с молоком и с удовольствием пить этот странный напиток. Как насчет кит-ката со вкусом запеченного батата? Самое интересное, что можно есть просто так, а можно разогреть в микроволновке. Дескать, он от этого становится вкуснее. Если хорошенько покопаться на полках в магазинах, то можно найти там кетчуп со вкусом колы. Странное сочетание, наверное, поэтому особой популярности такой продукт и не получил. Хотели бы вы попробовать швепс с томатным соком? Видимо, вкус у этого напитка крайне специфический, потому что продается он в крошечных бутылочках. Снеки со вкусом газировки? Интересно, а если их запивать этой самой газировкой разницы вкусов не почувствуешь? И в чем тогда смысл? Когда-то давно конфетки Тик-Так придумали для того, чтобы освежить дыхание. Как с этой идеей согласуется аромат попкорна, вообще не ясно. Но это не помешало производителям выпустить такой необычный вкус. Вы можете представить себе газировку со вкусом бекона? Вкус наверняка удивительный. А если вам тоже встретится что-нибудь удивительное, то не забывайте это фотографировать и присылать по ссылкам в описании. Хотели когда-нибудь пожевать газон? Ну так вот, существует лимонад со вкусом травы. Нет, никакого-нибудь там тархуна или базилика. Самой обычной газонной травы. Если вы увидите в магазинах Таиланда красивые разноцветные яйца, это не значит, что там собираются праздновать Пасху. Просто в этих коробках яйца уже вареные, и их красят, чтобы не путать с сырыми. В Голландии можно найти сосиски для хот-догов, которые засунули в баночки и продают как консервы. Зачем и почему? Ответов нет. Еще одно необычное блюдо для любителей консервации. Маринованные свиные ножки в баночках. Захотелось уже, да? Устали рыдать, нарезая самостоятельно лук? Для вас есть решение проблемы. Лук продается уже нарезанный в отдельной коробочке. Я, конечно, все понимаю, но искусственный мед – это вот зачем? Кто-то так сильно уважает труд пчел, что отказывается есть собранный ими мед. В Соединенных Штатах можно найти мороженое с беконом. Между прочим, говорят, что очень вкусно получается. Сочетание сладкого сливочного вкуса и копченого аромата заставляет взглянуть на мороженое по-новому. Просто сыр. Просто в баллончиках. Очень удобно вообще-то. Даже странно, что он не получил широкого распространения. Вы можете вообразить себе вкус лимонада с ароматом сливочного масла? Самое интересное, что в составе есть соль, что полностью вгоняет воображение в ступор. Японская газировка со вкусом йогурта кажется совершенно обычной и даже не удивляет на фоне всего того, что мы тут видели. Ну подумаешь, всего лишь йогурт с газиками. Хех. Вам встречался в магазинах сок из моллюсков? Впрочем, даже если встретиться, не представляю, что с ним делать. Иногда кажется, что производители чипсов просто по жребию вытягивают новые вкусы и смешивают их с картофелем. Ну а как еще можно было придумать чипсы со вкусом лимона и кунжута или черники с лесным орехом? Думаете, что мороженое – это вредный продукт? Вы просто не пробовали вот такое – морковно-мандариновое, от которого любой диетолог будет просто в восторге. Нет, это не отбеливатель в бутылке, это лимонад со вкусом сыра с голубой плесенью. Такой сыр и в обычном-то виде не все любят, а уж в форме лимонада вообще нужно ценителей-то поискать. Эта полка в магазине была бы ничем не примечательной, вот только это не соки, это фруктово-ягодные супы. В Таиланде можно найти вот такие, обычные с виду сосиски. Есть только один нюанс – они рыбные. Давно ли вам попадались листья одуванчиков на полках супермаркета? Мне вот ни разу. А между прочим, они считаются деликатесом. Для любителей необычных сочетаний вкусов есть лимонад, в котором смешали арбуз и, внимание, халапеньо. Ну и напоследок напиток, который оценят фанаты Ведьмака. Да, кто-то действительно сделал лимонад со вкусом сирени и крыжовника. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!